Всем привет! Сегодня полезные советы для дома и домашнего хозяйства. При укладке ламината надо стелить подложку. Если используете подложку в плитах, то ее необходимо скрепить скотчем, который постоянно надо чем-то отрезать. Или, например, заклеиваете много коробок скотчем, и скотч приходится отрывать или вовсе откусывать зубами, что не очень удобно. Да и начало скотча приходится постоянно искать. Поэтому возьмите обычную пластиковую стяжку, закрепите ее на ленте и отрежьте лишний хвост. Теперь, работая со скотчем, вы легко разорвете край и также не потеряете начало скотча. Это отличный совет, и меня он выручил особенно при укладке ламината, когда ушло 4 бобины скотча. Пластиковые стяжки выручают везде и всегда. Например, если необходимо вставить шкант, а отверстие уже подразбито, и шкант болтается, то прижать его к стенкам помогут пластиковые стяжки. Просто откусываем пару кусочков, обмазываем шкант ПВА-клеем и забиваем на свое место. Лишние хвосты стяжки можно подрезать канцелярским ножом, и наш ЧОП держится просто отлично. Если решили в доме укладывать ковер или ковролин и попали в нестандартный угол, то сделать разметку проще простого. Возьмите любой предмет, подходящий по ширине. Это может быть малярный скотч, кружка, любой моток ленты. Выставите по краям и сделайте пару отметок. Затем просто соедините их с помощью линейки. И отрезав лишнюю часть, у вас получается идеальный ровный стык. Затем просто соедините их с помощью линейки. Работать с углами всегда сложно, но есть много интересных лайфхаков. Например, если нужно сделать наличник из доски, а углы снова нестандартные, то вот вам отличный совет. Просто делаем пару меток и отрезаем лишние части. Запоминайте, и результат будет просто отличный. Продолжение следует... Если у вас есть 5-литровые баклажки, то не выбрасывайте их. Они в домашнем хозяйстве отлично выручают. Вот быстрая и полезная самоделка. Поставим маркером точку снизу для будущего сверления. Затем берем сверло на 8 мм и делаем отверстие. Канцелярским ножом чуть-чуть подровняем край. Теперь осталось налить в баклаху воды, и можно пользоваться. В нерабочем положении баклашка находится лежа, и можно заниматься своими делами. Например, готовить мангал, насаживать мясо. А когда нужно помыть руки, то просто ставим бутылку вертикально. И без лишней помощи спокойно умываемся. Таким образом, получился бесплатный быстрый умывальник. Работая в мастерской, он меня часто выручает. Всегда можно выйти и помыть руки. Так, холодную воду мы получили. А если встает вопрос, как добыть горячую, есть решение. Знакомьтесь, это обновленный водонагреватель фирмы Ariston Velis 3.0. Чтобы разобраться более детально, немного прокатились и посетили презентацию, на которой задавалось много вопросов и разбирались детально о всех преимуществах. Водонагреватель можно размещать на стене как вертикально, так и горизонтально. И он идеально впишется в любой интерьер. Ведь на его внешнем видом работал итальянский дизайнер Умберто Палермо. Прибор Velis отличается простотой управления. На самой панели все понятно. Кнопка включения, загорается цифровое табло, которое показывает температуру нагрева воды в точности до 1 градуса. А также 4 индикатора нагрева воды. Настройка температуры больше или меньше. Кнопка Power, благодаря которой включается дополнительный тен. И нагрев воды происходит в разы быстрее. Ну и индикатор готовности горячей воды. Если горит лампочка, то можно смело принимать душ. У водонагревателя отличная безопасность. Электронная система с функцией ABS не включит водонагреватель с пустым баком. И не даст ему перегреться, если в баке мало воды. У серии Velis 3.0 Lux имеется Wi-Fi, с помощью которого можно управлять водонагревателем, где бы вы ни находились. Со своего смартфона с помощью приложения Aqua Ariston Net. Имеется защита от замерзания. Например, если температура воды понижается ниже 5 градусов, то прибор автоматически включается и производит нагрев. Также раз в месяц он автоматически нагревается до максимальной температуры. Тем самым не дает возможности жизни разным бактериям внутри бака. И для ознакомления ссылку оставлю в описании под видео. Пользуйтесь и получайте удовольствие. Для углов, кстати, можно сделать отличное приспособление. Если, например, предстоит много подрезки доски. Да, конечно, одну-две можно и вручную отмерить линейкой и сделать подрезку. Но когда таких десятка два, то лучше приспособа. Делать мы будем из двух пилок по металлу. Конструкция проста до безумия. Берем небольшой болтик и гайку и соединяем их вместе. Ну вот и все, друзья. У нас получился отличный помогатор для запоминания углов. Продолжение следует... При строительстве дома часто работаешь саморезами. И порой некоторые начинающие домашние мастера не замечают, почему быстро слизываются грани. Обычно просто используют битки не по назначению. Биты есть PH и PZ. PH это подкрест, а PZ это подкрест с насечками. Но если нужно выкрутить саморез, а грани уже слизаны, то первый совет это использовать кусочек резинки. Таким образом можно выкрутить слизанный саморез. Если же грани самореза целы, но само отверстие разбито и саморез прокручивается и не хочет влезать, то возьмите второй саморез и вкрутите его под наклоном рядом с первым. Таким образом вы прижмете первый и спокойно его выкрутите. Еще можно сделать интересный защитный органайзер для стамесок. Я, например, использую старую слесарную перчатку. Убираю туда все стамески и кладу в ящик. Таким образом они не тупятся. И также при доставании нет вероятности сделать порез. Да и вообще они всегда находятся в одном месте и не надо бегать по всей мастерской. Напишите в комментариях, друзья, какие советы вам понравились, а какие нет. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и побольше лайфхаков при дачу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok